Здравствуйте, уважаемые зрители, добрый день, Алексей Михайлович. Добрый день. Традиционное такое рукопожатие, то, что у нас разговор будет честный, откровенный, насколько это возможно. Итак, мы начинаем новый проект, наша редакция начинает новый проект, знакомство с интересными людьми, которые работают в нашем делевом бизнесе. Мы к этому ушли определенное время, но и вот наконец дошли. Сейчас находимся в Сочи, в отеле «Хаят» и беседуем о жизни, о бизнесе. И потом объясним, почему мы здесь именно находимся, а не в Таганроге, где находится основное предприятие Алексея Михайловича. Но пока мы знакомы с уникальными предпринимателями, которые пришли или приходят в наш делевой бизнес. Одно дело, я так немножко со стороны буду заходить, так что вы потерпите, Алексей Михайлович, дальше я дам вам слово. Я тоже люблю поговорить. Вот, поэтому, почему мы вот начинаем с вами, допустим, побеседовать. В нашем делевом мире мало известных личностей, но их не откуда было взяться. Если мы берем такие типичные интервью, которые по РБТ или по РБК, или по телевидению центральному, то, как правило, всегда разговор ведется с людьми, которые 20 лет уже известны. Прошли какой-то огромный путь, наделали массу каких-то ошибок, или у них есть достижения, там, стиле там масса в шкафу. И с ними вот разговор такой интересный. С людьми, состоявшимися уже в этом бизнесе, или не в бизнесе, а в жизни, который вызывает интерес. У нас ситуация другая. У нас, мы находим людей, которые находятся, ну, тавтология такая, но мы находим интересных людей, которые движутся постепенно от неизвестности к известности. И пройдет какое-то время, когда пройдет там 20 лет, это уже будет совсем другая ситуация, и другое положение в обществе. Но мы-то нашли и встретились, и работаем вместе именно в тот момент, когда еще никто не знает об этом. Ну, знают, ну, ограничены какой-то круг. Вот почему я зашел так издалека, почему мы с вами. Беседуем, и это первое интервью с владельцем компании, которая, на взгляд нашей редакции, у нас опыт уже большой, которая будет являться одним из лидеров вообще на российском рынке. А дальше уже и не только на российском рынке. Это такая убежденность наша, основанная на анализе ситуации, основанная на посещении компаний, на общении с людьми, которые владеют этой компанией, которые работают в ней. И, в общем-то, мы уже не первый год знакомы. Если люди, наши бельевики внимательно смотрят журнал, то в 57-м номере, это три года назад, чуть даже больше, было интервью с Алексеем Михайловичем, очень интересное, насыщенное, такое, которое мы рекомендуем все-таки взять у нас на бельевике 57-й номер, посмотреть там интервью с Алексеем Едушевым, и много информации, то, которое мы сегодня уже не будем повторять, можно получить там. Так что вот прошло три года. Не случайно у нас стоит на столе, я его называю «Айра». Я обращаюсь к нашим героям нашего интервью всегда, давайте, наша разминка будет, это любимый напиток. Алексей Михайлович сказал, что «Айран» турецкий. Но я-то его попросил назвать свой любимый напиток сегодня. И никак не предполагал, что будет назван «Айран», еще и турецкий. Ну, я понимаю, там, напиток «Буратино», какой-нибудь квас, там, да, или виски, но это все можно прийти и купить, и потом это все попробовать. Но турецкий «Айран» не успел Алексей Михайлович отправить гонца в Турцию, чтобы нам привезли. Поэтому у нас мы предполагаем, что это «Айран». А почему «Айран»? Еще и турецкий. Ну, вы же спросили, любимый напиток. Ну, вот любимый. Какой напиток. Какой напиток. Какой «Айран» турецкий. Потому что он на меня больше впечатлений. оказывает, чем виски, например. Виски и виски, а «Айран» вкусно. И вкусно, и полезно. И полезно, значит. Да, ну, видите, у нас как-то вот «Айран»-то можно найти, наверное, но это будет наш, отечественный «Айран». Наверное, разница в этом есть. Ну, вот мы теперь знаем, что Алексей Михайлович предпочитает здоровый образ жизни и «Айран». Поэтому, ну, за начало нашего интервью. Айран, реклама «Айран» турецкому не оплачена. Ну, все. Теперь я выговорился. Теперь слово вам. Вот три года. Давайте вот расскажем, все-таки, что, какой фирма была тогда. Она-то создана в тот период, когда 16-й год, конец, наверное, да? Все в России, в общем-то, не очень хорошо было. И вы стартовали. Откуда пришли в бизнес? Или вы? Как-то задумывались, сказали ли, откуда? Нет, 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 надо подумать, вообще, с чего начать. Ну, наверное, так как нас никто не знает. И это, наверное, первое интервью, которое откроет нас мир. Ну, да. Но оно в историю войти? Да, ладно. Не знаю, как в историю. Но, как бы, вот в 16-м году мы создали компанию «Сартория Уда», которая вышла на рынок с идеей закрыть нишу среднего плюс трикотажа и компенсировать уходящие в этом году с рынка компании европейские, которые после 14-го года просто ломанули безвозвратно. Курсовые разницы большие, активность большая. Да, плюс риски, связанные с крымскими событиями. Это энергетика, да, много чего наложилось. Да. Ну, Алексей Михайлович, ну, вот вы говорите, вы пришли, мы и создали эту компанию. Только откуда пришли и почему вот именно трикотажем, а не стали там пирожки печь, условно говоря? Потому что мы, до этого уже был опыт работы на рынке белья. У нас есть сеть магазинов «Натокс», в Таганроге это локальная сеть. Мы вот, мой брат в Украине, владелец компании «Тифа», поставлял нам термобелье, поясную группу женскую. Мы этим занимались, продавали активно в Таганроге. Мы пытались выходить на российский рынок с этой продукцией, но не активно этим занимались. Нам хватало от Таганрога. Мы потом задумались одно тем, что почему бы сами не попробовали производить в России и не заморачиваться с поставками через границу. Тем более, есть колоссальный опыт работы Киева на этом рынке. То есть Олег Михайлович, брат родной, помог? Помог с технологиями, помог с введением, в общем-то, в специальности. Он оказал огромную роль в содействии, в моем развитии, в становлении компании. Вот начинали мы скромно, 20 швей, и выпускали там только термобелье и поясную группу женские трусы. Прибавили сюда футболку, но и как-то с этим ассортиментом скудным выходили на рынок. Мы выходили первый раз на выставку из Телепром, и очень лестные получили отзывы по качеству нашей продукции. Нас сразу это вдохновило на то, чтобы развиваться, становиться больше, крепче, сильнее. И, в общем-то, углубить, расширить свой ассортимент и углубить его. Вот три года. Нам за три года мы создали уже полноценную ассортиментную матрицу, как белевой компании, как белевого бренда, как бренда домашней одежды и одежды повседневной носки. У нас в три раза выросли обороты, мы в три раза увеличили количество швей. Производство расширили ваше новое помещение? Это мы покажем, когда мы снимали ролики. Мы увеличились в три раза ровно за три года. Плюс мы пошли в открытие своей розницы фирменной. Почему мы присутствуем в Сочи? Да, у нас в Сочи, Красная Поляна, Горкий город. Три магазина, которые мы открыли. И тестируем сейчас вот свою фирменную розницу. Монобренд. Стрит-ритейл. Ну, я хочу добавить еще, что открыли в период сентября. Это когда у нас и локдаун, и вот этот коронавирус. И когда закрываются там сотни и тысячи магазинов, то здесь три магазина открываются. Сейчас открывается в Новороссийске, готовится магазин. И еще пару магазинов. Мы видим переговоры сейчас с тремя площадками. Могут сказать открыть, дело не хитрое, потом закрываются. Здесь совсем другая ситуация, потому что с первого же месяца операционная прибыль идет. Причем, если раньше открывают, ну, если иногда люди открывают, там, ну, у кого-то пять магазинов, шестой открывают, там база есть клиентская. Здесь открывались магазины, когда ноль, ни одного человека не было в клиентской базе. И с первого месяца... С первого месяца мы встали в точку безыкнуточности, мы сразу показали результат хороший. Потом с появлением постоянных клиентов, с возвратом клиентов снова за покупками, плюс аэрофанное радио, мы, в общем-то, свою выручку от месяца от месяца на раньше. Ну, конверсия бешеная, как называют цифру, ну, просто это не верится, это 60%. 60% конверсии, это для отрасли, это выше в три раза, чем ближайшие. Здесь мы все равно все не сможем рассказать, но очень много роликов мы сняли прямо в магазинах, где мы объясняем, а почему она такая конверсия, за счет чего это происходит. Нам управляющие розницы там все рассказывают, девчата, продавцы рассказывают. В общем-то, становится, конечно, понятно, почему, за счет чего. Ну, немножко мы коснемся этого. Так вот, развитие компании с 2016 года выросло в три раза, открылось розничное управление, и, в принципе, сформирован полный ассортимент, уже такой, который позволяет открывать свои магазины, небольшого формата, это 40-50 метров, да? Да, я считаю, что 60 квадратных метров торговая площадь – это оптимальная форма для магазина, для нашего, она является такой средней и по карману для старта, для открытия, и небольшая видная плата, и, в общем-то, мы заполняемость магазина, даем оптимальную, чтобы выручка была максимально эффективной. Ну, и выглядят они просто прекрасно. Современные магазины, не перегруженные товары, там воздух, там видна продукция, как налоги, когда заходишь, какая навигация прекрасная. Мужское, женское, да, и все взаимосвязано. Кому-то надо, если семья приходит к ребенку, пожалуйста, и для ребенка есть костюмы. Опять же, это все цветная гамма, и все это миксуется, все это сочетается. Ну, это все подробно у нас в этих вот роликах, которые мы тоже будем выкладывать. Итак, вот мы определили, 16-й год, фирма растет, открывается, новое направление, улучшается у вас и управляемость внутренняя, да, то вы внедрили вот эти вот новшества по управлению, все автоматизировали, и вот про этого робота, которого вы сейчас мне рассказывали, что у вас круглые сутки идут без вашего участия в продаже, обработка заказов, это тоже интересно. Ну, весь мир развивается в сторону автоматизации, да, и все приходят к тому, что все-таки обычные формы торговли сегодня с развитием логистики, с развитием доступности информации в интернете подпадает необходимость в оптовых компаниях, которые могут не всегда хотят вести доброе и светлое. Ну, которые не добавляют что-то такое свое, не увеличивают ценность продукции, да? Да. Ведь они могут это делать и могут совершенно нормально существовать, но для этого они что-то должны делать. Да, и мы решили, что нам поможет ай-коммерс, стали развивать торговлю в интернете. Значит, поставили задачу программистам и написали робота B2B, который на сегодняшний день нам осуществляет торговлю круглосуточную нашим товаром с отличной навигацией, с отличным пониманием того, как это должно быть выстроено. Ну, опять же, подчеркнем, что это B2B, это речь не идет, а то владельцы магазинов будут нас слушать и сразу напрягутся. О, а там, значит, маркетплейсы, пошли собственные продажи, зачем мы здесь нужны? Это как раз идет речь о том, что владельцы магазинов могут легко, заходя на вашу платформу, имея прекрасную навигацию, хорошо с вами работать. Ну, если вообще говорить о нашей торговле, то мы выстроили прежде всего ценовую политику. То есть мы защищаем наших розничных партнеров, которые торгуют в розницу. Да, мы обеспечиваем рентабельность в районе 100% наценки. Ну, это не на два умножить. Мне вы же объясняли. Я так думал, что покупаем за тысячу, продаем за две. Нет, это по-другому несколько. Вы говорили, там, две, то можно продавать за шесть. Так? Вы выставляете потолок. Можно продавать, как хочешь. Мы предлагаем определенную минимальную розничную цену. Минимальную розничную цену выставляем, мы выследим, чтобы на каждом этапе значит, у нас есть минимальная рекомендуемая оптовая цена. От этой оптовой цены есть 100% наценка, чтобы обеспечить розницу бездемпинговой торговли. Мы пересекаем демпинг на корню как на уровне оптовых продаж, так на уровне розничных продаж. Вы говорили, что у вас скидок нет. И распродаж нет. Нет, скидок и распродаж, потому что наш товар максимально приближен к базовому ассортименту. И он не требует переосмысления на будущий сезон. И он должен продаваться там ровно, как в этом сезоне, так и в следующем. Он будет актуален и через год, и через два, и через три. Но еще условия, так как у вас склад есть в Ростове-на-Дону, большой и хороший склад, то и при хорошей логистике не требуется магазинам покупать огромными какими-то объемами. То есть это можно очень быстро все подсортировать, не надо в себя держать ни ликвиды, там запас, чего-то такого. Правильно я говорю? Да, но это уже касается дальше нашей логистики и нашего предложения по Форбису. мы понимаем, как должна выстроена быть ассортиментная матрица в магазине, что должны быть базовые, базовый ассортимент представлен постоянно, что он должен находиться в обороте всегда, он не должен с перебоя поступать в магазин. Есть отличная книга, я сейчас вспомню, как она называется. Это то, что вы нам рекомендовали прочесть на основе анализа американского рынка наш отечественник. Бизнес-модели розничных компаний. Бизнес-модели розничных компаний. Александр Шубин написал ее. Возьмите на заметку, мы тоже будем читать, но мы об этом узнали только вчера, поэтому будем искать эту книгу и будем изучать. Вот в этой книге как раз и описано то, как должны выстраиваться розничные компании, мелкие розничные компании, как они должны бороться с монстрами сегодняшние. Там же есть еще подзаголовок, как мелким бороться с гигантами. Это основная проблема, чтобы люди, которые открывали сегодня розничные магазины, понимали, что они находятся несколько в стороне от больших компаний, у них есть своя поляна, на которой они должны выстраивать свой бизнес, а все пытаются пересекать поляны и бороться с гигантами теми же способами, которыми гиганты борются с мелкими, но гиганты они всегда победят. Поэтому нужно искать свои преимущества и ниши. Ну и вы, все равно ваша модель она предполагает сотрудничество именно с такими небольшими компаниями, которые могут выстраивать продажи, не загромождая свои торговые пространства неизвестно чем, а вот мне настолько нравятся эти магазины, но я такие видел, но я их видел в сегменте люксовом, премиальном, а здесь сегмент очень демократичный и так выглядит классно и такие прекрасные финансовые результаты показывают. Потому что мы очень много внимания уделяем психологию покупательского спроса, мы хотим до конца разобраться и уже близки к познанию того, как надо, какое предложение нужно сделать для того, чтобы покупатель свой спрос, который возникает, удовлетворил именно в наших магазинах. Что есть определенные группы товаров, которые должны присутствовать в розничной торговле мастхэв, как говорится. Ну да, это то, что им надо сейчас. Посмотрите, как выстроены все продуктовые магазины. Все продуктовые успешные магазины выстроены по одной и той же схеме. есть хлебный отдел, есть отдел поколений, есть отдел мясной отдел и так далее. То есть все разбито по отделу, все разложено по местам. Если это какой-то магазин, маленький магазин, даже сельский любой магазин, обязательно будет батон, будет хлеб, будет булочка, будет молоко и так далее. Тут речь идет просто о эстетике. Вы еще предлагаете эстетику оформлению всего этого. Я сейчас говорю об ассортиментной матрице. Говорю о том, что нужно предложить, если мы говорим о магазине, который предлагает какую-то одежду повседневную и такую, которая базовый ассортимент, который есть. Ну, поясная группа, трусы мужские, трусы женские, топы женские, марка футболка мужская, домашние костюмы, костюмы, которые нужны для того, чтобы выйти на улицу. Сейчас трех минут с начесом очень популярно, ее покупают все, продают ее все. Это все то, что сегодня должно быть в магазине. Но, если это магазин, который предлагает одежду для такого сегмента отдых, дом, прогулка, придя придя в наш магазин, вы можете все для прогулки, для дома, для отдыха купить. Это абсолютно законченное предложение, но при этом это очень узкий ассортимент, но он такой, какой он востребованный. Поэтому мы, наверное, угадали по сегменту рынка и угадали по предложению. Соответственно, человек, приходя к нам в магазин, он покупает все, где там все, чтобы провести выходные. Если приход приезжает человек на курорт, он забыл какую-то себе одежонку теплую какую-то накидку или брюки свободные, которые носить нужно повседневно на прогулку, то все придя к нам в магазин, он покупает. Ну и паровозом еще остальное, как мы видели, покупает. комплексность большая. Вот. Ну, хорошо. Эти все моменты, это уже мы так углубляемся, углубляемся, давайте вернемся немножко к таким глобальным вещам. С чего название такое? Сартория Уно, допустим, да? Бренд Окса Уно, компания Сартория Уно. Тут у нас Италия, вроде бы, это из итальянского, да? Переводка. Сартория, да, это итальянское ателье. Ну и Уно тоже один. В общем-то, мы не вкладывали большого смысла в название, мы хотели хлесткое получить название, которое бы сразу цепляло покупателя и завлекало его с первого взгляда. Но название телекомпании Окса, но не получилась, потому что Окса уже было. Вот, но добавили тогда еще Уно, потому что первое. Ну и так оно и прижилось. Окса Уно. в общем-то, всегда кто-то хочет какой-то смысл вложить или еще что-то. Нам хотелось, чтобы это было такое хлесткое название, которое бы сделало себя саму. себя саму. Коротко, как выстрел, да? ТОС должен быть короткий, как выстрел, незабвенный, говорил у нас в особенности национальной рыбалке или охотой поначалу было. Вот, когда мы общались, я все время, когда смотрю на принты, которые наносятся там у вас, или на оформление магазина и в офисе все это, и глядя еще на швейные машинки, я вижу, что у вас очень тесная связь с Японией. Еще вы в интервью в первом рассказывали о том, что в 13 лет прочитали книжку Мацусито, да? Черная магия Мацусито. Вот, все-таки есть какая-то у вас связь с Японией, все эти вот мотивы, эти иероглифы. Что связывает? Приживется ли Сакура и Бамбук на российской почве? Думаю, это нельзя назвать связью, это, скорее всего, ринкер, потому что все-таки когда мы думаем о том, как выстроить бизнес, мы на что-то ориентируемся. Что бы мы хотим получить в результате, как бы мы хотели бы организовать производство, как мы хотим организовать продажи, чего мы хотим добиться в культуре производства, в общении и так далее. Вот и организованность японская, их корпоративная культура близка, безусловно, да, и плюс ко всему еще и вот это восточное безозрение совести у кого-то что-то подсмотреть и сделать лучше. А у японцев это присутствует? Это японцы, китайцы, корейцы, они все, но это не зазорно считается у кого-то посмотреть. Но улучшить. Но обязательно улучшить. Это феномен японской радиотехники в 70-е годы как раз является тем как бы движком, который поднял Японию в то время. То есть то, что они подсматривали в мире лучше и делали еще лучше и становились лучше всех. Мы по этому пути пошли. Мы хотели бы, чтобы мы развивались по этому пути. Ну, я так думаю, что и идете этим путем. Но вот если еще говорить японцы же к вам приезжали. Я вижу вся машина у вас только японские. Приезжали им понравилось у вас? Что они у вас увидели свой дух? Почувствовали у вас своих? Они очень удивились как не увидели надпись Ямату это машины японский дух на нашей продукции. А это тоже везде мы дарили нашу продукцию Конде владельцу компании Ямата. Все оборудование трикотажное у нас Ямата на выставках когда мы с ним пересекались мы всегда приветствуем друг друга делаем ему подарки свою продукцию он удивляется тому, что написан на них японский дух вы японцы нет вас к себе приглашали приглашали но еще не доехали но это все впереди пока только встречались на выставках оборудование японское откуда компетенции вы же рассказывали что даже с выставки что-то удавалось взять то чего еще нет у них в серии скажем а вы уже с этим мы сделали выбор когда стоял вопрос о том какое оборудование покупать и как вооружаться мы сделали выбор в сторону Ямато это лучшее японское оборудование это наверное единственная компания которая осталась в Японии оставила свое производство в Японии и не перенесла его в третью страну поэтому мы подумали о том что все-таки это будет правильно ну пример могу привести у нас один оверлок в котором японцы просверлить забыли отверстие для дренажа масла это японцы забыли забыли и он проработал два дня и два года не заклинил без маски работал оверлок но вы его починили в конце конечно да мы его отдали назад сказали возьмите починить а они починили да они починили понятно ну вот компетенции откуда у вас эти наладчики много ли их во первых как оказалось поставщик оборудования парень который со мной учился в институте поставщик отдел в Москве на Кашидзе Виктор он со мной учился в институте правда мы не пересекались мы там разницей в два года учились но потом мы нашли общих знакомых общих друзей дружим вот и он как-то ко мне относился сначала скептически когда я первый раз приехал с ним разговаривать об оборудовании он подумал что я просто умалишонный человек ничего в этом не понимаешь не понимаешь для чего тебе это надо он относился очень скептически когда я делал заказ первых машин он там ну хочешь на на да попробуй посмотри может быть что-то и получит но потом он понял что да действительно можно показать рассказать показали рассказали мы начали и вот это оборудование эксплуатировать успешно эксплуатировать получаются и настройка этого оборудования и наладка этого оборудования мы воспитали своего наладчика который налаживает ну школа то у нас это сильная по-моему да всего этого ну там радиоэлектронный институт или как-то он назывался это же электроника нужен человек который в детстве когда-то клеила модели в авиамодельном кружке нужен человек просто который хочет разбираться и в общем-то все нормально работает и на 150 машин у нас сегодня наладчик а производительность вот у вас работало 20 швей вы выпускали там я не помню 400 тысяч изделий сейчас у вас 60 швей или 50 уже миллион у нас сейчас 50 швей мы уже выпускаем миллионы так что это ну нагрузка на швей по футболке у нас 80 футболов на швей в сутки смену смену 80 отозревая это норма 60 все считают премиальная футболка 60 футболк на швей у нас 80 ну это хорошо у вас вообще одни женщины я приходил смотрел я кроме вас там мужчин вообще не видел ни одного еще 5 человек на 150 а когда подводили к машине которая занимается печатью на футболках опять же там все молодые девочки и мне рассказывает Оксана что не хотят отсюда уходить никаких мужчин мы сами мы любим это и они так вот тщательно все это скрупулезно все делают видно что не живут что мужская крупная сила там не нужна не нужна деликатные ручки должны быть им это нравится они такие довольные там были и вообще вот сотрудники заходишь в эти цеха все такие улыбчивые видно что им нравится работать у вас когда плитка итальянская когда холодильник рядом лифхер шумит там да у нас такая культура производства культура производства но это сказывается на текучести что нет ее в принципе у нас текучесть только по причине выбыти в декрет или переезда на другое место жительства так что ну я же тоже по причинам каким-то другим они люди не уходят когда приезжал все были на месте через три года я приезжаю все тяжелиться все довольные но только компетенции на их большие компетенции уже чувствуется что люди стали более профессиональные потому что то как говорят рассказывают показывают конечно это вызывает уважение и у вас же все выходцы из Таганрога даже здесь когда розница открывает Лена она из Таганрога все оттуда да наверное считается попасть к вам на предприятие почетный такой желательный работодатель желанный скажем так возможно это я вас хвалю а вы так скромно говорите хорошо трудно ли в России заниматься производством вот вы с 16 года в стране где нет инфраструктуры где все надо где-то доставать искать вы вот на ровном месте в этом ничего трудного в этом все как бы все не создают ну вот вы вот вам же не свалились миллионы да вы начинали тоже с нескольких машин и так далее ну ладно давайте будем говорить так для того чтобы во-первых у нас гибрид по сути компания мы владельцы бренда с одной стороны в то же время мы производители ну Оксауна и Сарториум да Оксауна и Сарториум Оксауна бренд Сарториум компания да то есть мы владельцы бренда владельцы бренда как правило разрабатывают модели заказывают комплектующие и размещают на производствах свои изделия там или здесь кто-ли это за границей кто-то там кто-то в Китае кто-то в Украине кто-то здесь шьет вот а производственники это люди с другой планеты они производят то есть они привлекают бренды и занимаются только производством то есть компетенции разные компетенции разные искусства балет и опера балет наверное и фигурный кататель и стойлер который делает подмостки балет поэтому вот надо понимать что мы это симбиоз такая гибрид владельца бренда и производителя я обратил внимание на то что сегодняшние производители одежды которые размещают свои изделия на каких-то сторонних заводах и фабриках они мало внимания уделяют качеству поэтому они хотели бы ведь они заявляют что мы думаем о качестве ни о чем другом производители одежды они не могут найти заказчиков чтобы себя загрузить загрузить полностью да и получить максимум своего оборудования своих людей там и так далее то есть нет стабильного заказчика который бы мог тебе обеспечить работать потому что все уважающие себя бренды стараются снизить расходы на производство до минимума это потому что вы занялись тем и другим я считаю что только из-за синергии этих двух вещей нам комфортно быть и производителем и владельцем бренда мы получаем синергетический эффект от того что мы производим сами качественную продукцию контролируем качество то есть по сути одни из наших компетенций что мы умеем делать качество второе мы можем поделиться частью маржи продажи своих брендовых изделий для компенсации затрат на производство поэтому производству комфортнее работать с собственной торговой маркой потому что мы по сути датируем производство за счет торговой но это все равно немножко не о том трудно ли вообще производством заниматься ведь у нас же не создаются вот так предприятия я же не могу вспомнить кто с 16 года у нас открыл в России открывались 90-е годы 2000-е годы трикотажное производство но так чтобы была новая фабрика созданная в эти годы трудные годы а вы сделали ну что вам вам ничего не мешает мы захотели нет ничего не мешает людей нашли оборудование нашли деньги с людьми проблемы люди проблема деньги проблема оборудование поначалу проблема потому что нужно поднимать разбираться все проблема безусловно нет легких путей если бы это было бы все беспроблемно то рядом с нами были бы как грибы наши конкуренты каждый год и каждый месяц создавались бы новые предприятия они бы росли как грибы но так как компетенции наши они хлеб тяжелый это не это не то что ты там по щелчку получил желаемый результат тяжелый хлеб труд это много внимания это жизненные силы это все должно быть постоянно задействовано если нет то ты выпадаешь из этого состояния и результат не получится а наши граждане хотят получить деньги легко даже создавая магазин считают что можно там вложить 2 миллиона рублей в 100 метров вещение поставить там вешалочки какие-то развесить на какую-то одежду и нанять нанять при этом парковцов нанятие управляющих нанять всех весь персонал который вам необходим доработать а самому сидеть на рыбалке ловить рыбу и у тебя будут деньги сами по себе зарабатывать времена такие времена ушли для того чтобы получить результат можно самому вникать все делать самому даже вот сегодня нам не хватает в маркетинге компетенции я общался с многими людьми которые меня консультировали по маркетингу по каким-то моментам которые я не знаю и после беседы со мной два-три часа говорили что я не найду человека который это сделал пока я сам это не сделаю с моим подходом с моими желаниями потребностями с тем как я ставлю задачу я не найду человека который это сделает вместо меня соответственно мне придется вмешаться в этот процесс и его тоже отловить ну вот вы вмешиваетесь чувствуется что вмешаться узнаваемость поднять представленность бренда поднять отстроить коммуникации в этом вопросе придется это сделать самому ну отсюда вопрос каким вы видите своего идеального партнера торгового есть какие-то такие качества свойства которые должны быть чтобы вы сказали о это мой человек да я как раз о торговом партнере и вообще о бизнесе о построении бизнеса конечно же хочется чтобы не отвлекаться на торговую хочется заниматься развитием бренда хочется заниматься производством 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 да выдать на гора какой-то продукт который бы сам себя продавал то есть я считаю что то что ты делаешь должно продавать само себя если давать само себя не продает то это как бы никакого значения то это уже насилие будет над этим над бизнесом да надо что-то такое впихнуть тюкать а в принципе поэтому идеально конечно чтобы был торговый партнер который бы занимался дистрибьюцией занимался продажами если не говорить о своей рознице если говорить о дистрибьюции о продаже от товара в России мы продаемся мы продаемся от Владивостока до Калининграда нас уже знают по всей России но еще недостаточно знаю недостаточно безусловно но как раз таки торгового партнера нанки сложно такой который бы разделял ценности наверное и еще какую-то ценность добавлял да какую ценность может услугами возвращаемся к умной книжке которая написана который вы рекомендовали нам да в котором написано что так же как и продавец заинтересован покупателем так же и покупатель заинтересован продавцем это если мы говорим о B2B то есть вот эта связка в опте розничный магазин производитель она должна быть очень такой взаимовыгодной декларирует все добавлительные ценности товаров все равно получается это у немногих то есть я не знаю ни одной компании ни одного руководителя который бы не говорил что я вот я только этим и живу что я думаю о своих партнерах а владельцы магазинов говорят что я только и живу тем что я думаю о своих покупателях для них все самое лучшее но когда заходишь в магазин то нет места для человека есть место для товара особенно самое лучшее место будет отдано товару который лет пять уже пронежал и который надо от чего отталкиваться как вот эту ценность любовь эту как выразить выстраивать логическую цепочку от чего будем от какой производства или от продажи наверное от человека от продажи от покупателя он заходит давайте думать о том чего нужно покупателю не думать с его точки заходить в магазин заходить в магазин свой магазин как покупатель и смотреть, что в этом магазине продается. Могу я купить то, что мне нужно или не могу? Захватает мне того товара, который мне или не хватает? Хорошо он представлен в этом магазине или нет? Когда ты становишься на место покупателя, ты понимаешь, что тебе не хватает в этом магазине. Дальше нужно идти, становиться на место владельца магазина и думать, что мне нужно для того, чтобы обеспечить моего покупателя товаром, который нужен моему покупателю. Какие нужны компетенции, что я должен сделать для того, чтобы правильно этот товар продать и где мне его взять. И мне нужно обеспечить постоянное наличие этого товара в магазине. Вот как раз тут возникает интересная штука. Здесь нужен либо агент какой-то, который должен между производителем быть и розничным магазином. Или это будет дилер какой-то, или это будет представитель какой-то, у которого будут компетенции. Во-первых, зная потребности покупателя в этом магазине, сформировать ассортиментную матрицу. Помочь владельцу магазина сформировать. Да. Дать правильные рекомендации. И ни в коем случае не перегружать магазин товара. Не любят у нас владельцы магазинов работать с агентами или с какими-то посредниками. Все хотят работать, например, с производителем. Ну и что, что это дает, что это вам даст? Тому, кто хочет работать напрямую с производителем, работайте напрямую с производителем. Но если вы знаете досконально своего покупателя, если вы знаете, что вам нужно, если вы можете с помощью одного, двух, трех производителей сформировать ассортиментную матрицу, да, пожалуйста, это возможно сделать, да. Такие, наверное, есть магазины, которые умеют это делать. Если у производителя на складах нет товара, как вы с ними будете работать. От заказа? От заказа вы не сможете работать. Вам нужно выкупать большие остатки, и вы после этого можете остаться... Ну, без подсортировки, да. Без подсортировки. Без подсортировки. Ну, так и бывает, западные компании так, в принципе, работают. У них статистика годами наработанная. У них нет катаклизмов подобных наших. Наших. Да, а как только они столкнулись с первой пандемией, все сразу прижухли. А у нас пандемия заключается в том, что в какой-то момент негативная информация с покупателем делает какие-то необратимые вещи. Вот замкнулся в себе покупатель, и все, не покупает того. Вот на сегодняшний день огромные денежные массы с коплением населения. Вот все говорят о том, что все там, все ничьи, ничего ни у кого нет, все там готовы уже разориться. Не так все. На самом деле сейчас отложенный спрос, который возникнет через несколько месяцев, вы посмотрите, каков будет всплеск торговли. Он при этом будет обязательно. Я уверен в этом, потому что я это прогнозировал в конец пандемии, и мы на примере своей торговли показали, что мы в три раза выросли в торговлю, сразу после отмены ограничений в торговле. Ничего не делая до этого. Мы просто были готовы. Ситуация такая. Сложилась так ситуация. Верно. Мы ходим по улицам, народ ходит довольный. Сейчас все начнут продавать, начнут покупать, все живет. Да. Хорошо. Ну давайте мы Иран наш периодически будем... Это очень приятный напиток, даже если это не турецкий айран. Хорошо. Я всегда пытаюсь задавать вопросы, которые меня всегда беспокоят. Это вот, чтобы владельцы компании четко знали о своих особенностях. Это особенности компании, особенности продукта и особенности условий сотрудничества. Позвольте мне со стороны глядя рассказать об особенностях вашей компании. Как я их вижу. Я вот себе даже их записал, чтобы не забыть. Ну, во-первых, особенность компании. Компания молодая, созданная в тот период, когда трудно себе вообразить, что компании могут создаваться в этот период, в 16-й год. Молодая, трудный период. Компания амбициозная. То есть с самого начала, когда мы с вами только встретились, вы заявляли не о том, что вы хотите вот чуть-чуть тут вот произвести и хорошо бы мне где-то в Таганроге что-то продавать. Мы всегда, первая наша реклама, вот здесь она есть, термобелье номер один в России. Вы сразу заявили, только начиная. Безусловно, без амбиций. Это было, да, это было, ну, в общем-то, аванс какой-то, да, но в принципе... Если ты не хочешь быть первым, то можешь не начинать. Да. Это вторая особенность. Это очень мало компаний, которые создаются, сразу заявляют о своих амбициях. Вы это заявили. Это уже особенность компании. Следующая организация. Компания динамичная. Вы ставите какие-то задачи, вы их достигаете, вы растете. То есть это динамика развития не только самой компании, но и всех этих механизмов, которые мы видим внутри. Я когда хожу по всем вашим цехам, то я вижу, как все это развивается и внутри, и вы это все объединяете еще вот эту вот управленческую программу, которая и тогда была, но сейчас она, конечно, уже на более высоком уровне. То есть это автоматизация всех процессов и оптимизация всех вот этих вот элементов, которые позволяют, в конечном счете, снижать издержки и повышать производительность. Мы очень производительная компания. Мы боремся за эффективность труда и за производство. Да, то есть вот это тоже особенность. То есть это современная компания. Я не считаю это особенностью. Я считаю, что это любая капиталистическая компания такая должна быть. Но это должна. Я говорю о реалиях. Я же многих компаний, бываю во многих компаниях, сотнях компаний, я вижу, чем они отличаются друг от друга. Далее. Она современная по стилю и по организации. То есть компания продвинутая, о чем мы говорим. Так как вы постоянно изучаете все, учитесь, влезаете во все процессы, так не один вы такой. Взять Оксану, одну, вторую Оксану, Ларису, Лену, это же видно. Я постараюсь в таких условиях. Они же все время учатся всему. И это все, то есть вы, вот в этом плане, конечно, это поражает. Потому что это очень динамичная и такая компания интеллектуальная. С каждым человеком из вашей компании можно поговорить. Я, правда, со швейами еще не разговаривал, кроме молодых девочек, которые наносили эти. И то они такие открытые, не тушуются, довольные жизнью. Компания молодая, интеллектуальная, с большим потенциалом. Это тоже особенности компании. Она аутентичная, что я называю. Ну, бывает вино аутентичное. Бывает, вот Айран, если вы говорите, турецкий. Вы таганрогцы. У вас все оттуда. У вас ни одного человека нету. Я не видел, чтобы был, работал. То есть вы из этой земли вы выросли. Локальная. Локальная, аутентичная компания. Вот вам на этих, еще нам можно писать на этих. Аутентик. Что еще дальше? Ну, интеллектуальная и перфекционистская. Когда вы, каждый, когда из вашей компании берет вот эту вот, как я называю ее всегда, тряпочка, но у вас она не тряпочка. То есть вы говорите всегда с придыханием. Показываете, а вот это как горловина была. И вы считали, что это было идеально. А теперь вы сделали вот так. И кажется, то, что было раньше, это совсем нельзя было так делать. Ну, можно, но мы сделали ее сто раз лучше. Вот этот шовчик к шовчику. Все это у нас записано. Эти ролики у нас есть. И будем мы их показывать на Ютьюбе. Потому что там есть о чем поговорить. Как должны быть карманчики закреплены. Если этого нет, это не тот уровень. И как это материал должен каким быть. То есть это перфекционизм во всем. Что в производстве, что в управлении, что вот в рознице, которую мы сейчас только наблюдали. Записали. Вот вам особенности компании вашей. Ну, согласны? Или вы добавите еще что-то? Конечно, я добавлю. Хотелось бы, чтобы еще вы обратили внимание на то, как мы относимся вообще к одежде. Если брать масс-маркет и то, как сегодня развивается наша вся отрасль легкой промышленности. То есть мы все говорим о глобализации, о том, что должна быть достигнута там всеобщая там открытость и границы, и продаж, и всего остального. Можно там в банк-кодэш пошить рубаху, которая наденет европеец, азиат, житель... Крупные бренды так и делают. Сазара, ЭЧТ, они вот там, глобально. Весь в этом, вся проблема в этом, как раз-таки глобализация, на сегодняшний день насаждение глобализации и унификация одежды, она как раз делает одежду безликой. Людей, в общем-то, одинаковые. Всем говорят о том, что вы должны покупать, покупать, покупать. У вас есть вот эти стандарты, оверсайз, и унисекс, и все это, как бы, приветствуется. Все одинаково. Чтобы вы верите, что в Колумбии, в Китае, что у вас. В моем понимании, это делается для насаждения и глобализации, и унификации всего. Но любая унификация душит человек индивидуально. Так вот, мы подходим к одежде с той точки зрения, что каждый человек индивидуальный. Мы не выпускаем нормальными партиями одежду, которые там будут засели по всем показателям. И даже если увеличите свои объемы в три раза, что там планируется, все равно это будет расширение какой-то ассортимента. Да, во-первых, мы ориентированы на какую-то группу населения. Во-вторых, мы делаем одежду, которая подходит на фигуры россиян. Вот если вы обратите внимание на то, как садится наша одежда на русских женщин, на русских мужчин, то она как бы отличается сильно от того, как у них садится одежда масс-маркетов. Вот в этом у нас же самое главное особенность. Это особенность уже продукта. Вот если говорить, то это продукт. Для того, чтобы пошить футболку, обычную футболку, которая это Т-образная рубаха, мы делаем 10, 12, 20 образцов, которые вымеряем, рассматриваем на фигуру. То вперед шов нужно плечевой подать, то надо горловину немножко больше. У вас какие-то на производстве есть такие стандартные мужчины и женщины, на кого вы это делаете? Есть манетели специальные. Под типологию... Да, под типологию фигуры русского человека, да. Но у нас есть специальные обученные люди. Да, которые имеют профильное образование. Вот сегодня был интересный, момент в нашем магазине, когда человек с нестандартной фигурой набил нашу футболку, и она у него просто приклеилась. Вот и все. Вот что... Вот ответ, да? Вот ответ, да. Особенность... Ну, это одна из особенностей продукта, то, что вы говорите. Да, он адаптирован... На это многие перестали обращать внимание. Но те, кому это интересно, у нас могут это найти. Вы можете иногда не обращать внимание, но вам подойдет это. Наша одежда вам подойдет. Можете не обращать на это внимание. Можете не обращать внимание на качество швов, еще чего-то. Но потом второй раз вы придете в наш магазин, вы купите нашу продукцию, но третий раз вы не купите в другом магазине. Не найдете того, что вы можете найти у нас. Я не в этом, да, не в вашей, но я тоже отношу, я знаю. Мне очень нравится, я везде это... Выхожу, у меня таганрок тут. Бывают такие, бывают вот эти японские мотивы, которые вы отрицаете, что вы с Японией так сильно уж это... Все равно вы как-то очень близки по духу, по ментальности. Да, вот продукция очень... Такое избитое слово качественное, так не люблю я, но она особенная. То есть ваша продукция, она особенная и по тактильным ощущениям, и по посадке, по конструированию. Что еще в ней особенного может быть? Вот этот, который вы рассказывали, как все это обрабатывается. Когда мы были на немецком предприятии, когда смотрели Решферро, насколько там шовчик к шовчику. Как вы писали в первом интервью, цитировали незабедного Безенчука, что не гроб, то огурчик, что не шовчик, то идеально. И вот я находил у вас такое же отношение. Ну, видимо, немцы и японцы в этом плане, они как-то похожи, да, педантичность, что должно быть. Вот оно у вас. Это же тоже особенность продукта. Когда вы выворачиваете наизнанку, и говорите, что этот шов должен переходить в этот вот так, и обрабатываться соответствующей машиной, и что там... Это не нужно покупателю, но он это должен... А он все равно выворачивает. Нет, он не выворачивает там никогда, но он просто это чувствует интуитивно. Ну, не знаю. Может быть и чувствует, но я знаю, что дотошные покупатели все посмотрят, но когда они видят, что это не за 200 рублей, да, в рознице, а что это стоит каких-то денег, еще сомневается покупать ему или нет, он везде залезет. Вот, все посмотрит. Ну, открывает, а там, значит, вшивная этикетка сделана в России Ямато-Дамаши. Вот, вот. С Артори Уна. Ну, а бренд Окса Уна. И по отзывам покупателей, то, что транслировали ваши продавцы, люди воспринимают это не то, что там как-то сомнительно, да, а очень даже положительно, что это у нас, вот это начали делать, но тоже особенность, да, то есть это вызывает уважение и гордость, и хочется, чтобы у нас были такие предприятия и такую продукцию, как вы выпускаете. Действительно, что мы можем это делать. Мы, я имею в виду, вы, как-то... Мы имеется в виду русские. Да, да, да. Ну, россияне, русские, много тут всяких наших живет на просторах. Поэтому вот особенности продукции. Что-нибудь добавим еще по продукции? Колористика. Ну, колористика, это первое дело вообще в продукции, как бы тут никуда от этого не уйдешь. Если ты не угадал с колористикой, ты просто выпадаешь из рынка. А как угадать? Что вы для этого делаете? Есть такой институт Пантон, который американский, который дает рекомендации по цветовым решениям в определенный сезон, в определенный год, дает с горизонтом планирование два-три года. То есть мы сегодня уже получаем от этого института рекомендации по колористике на 2024 год. Алексей Михайлович, ну вот хочется возразить. Ну, каждое предприятие может обратиться в этот институт, взять эти вот Пантоны и попасть в год, да? Да. А почему нет? Потому что не обращают на это внимание. И так сойдет? Ну, просто это... И это деньги же все равно же это не бесплатно делают. Можно это получить бесплатно. Например, с горизонтом в один год это стоит каких-то разумных денег. Если ты хочешь горизон планирования два-три года, то нужно покупать. Но вы делаете это? Да, мы это делаем. Мы покупаем эту информацию. А если нам нужно, как бы, что-то оперативное, то мы в принципе можем довольствоваться теми журналами, которые выпускают одиннадцатые годы, то я даю приблизительную колористику, тоновку, локотов, которая будет через год, например, в зимнюю коллекцию. И это очень важная штука, потому что это насаждается человеку на подсознательном уровне, на всех этапах его жизни. Ну и потом же реклама уже идет какая-то везде, вот в этих вот, да? Вот посмотрите на сегодняшний день. Машины как выпускают. Посмотрите АХ в РЦД, БМВ АХ рекламу. И посмотрите на колористику нашу сегодняшнюю. То, что у нас сегодня в магазинах висит, и рекламу БМВ АХ. И вы увидите, что цвета перекликаются. Не потому, что мы такие умные, мы это угадали, потому что мы это покупали. Мы это купили. Мы это купили. Да, мы это купили за своё время. Мы это купили за своё время. Да, вот еще одна особенность продукции. Ведь у вас всё миксуется. Ну, многие пытаются делать, но вот эти вот тона, полутона, которые в разных изделиях, вверх, вниз, там, короткая, длинная. То есть комбинации, количество, оно огромное. Да, но они в полутонах все попадают. Поэтому, как только попадают в полутонах, ты сразу можешь брюкам купить футболку, футболки, купить майку, какую-то... А, вот какие выводы из этого это можно сделать? Да, компании, вот про которых мы говорим, немецкие, но это уровень очень высокий, ценовой уровень, они, конечно, это делают. То есть они, ну, как бы это считается, ну, обязаны делать. Это такой стандарт для высоких компаний. Вы в своем ценовом сегменте делаете то, что делают люксовые компании. Это же тоже особенность, да? Любая компания так должна делать. Вы же... Да, любая должна. А вы же Жигули без колес не купите. Нет, ну... Это то же самое, надо колеса прикрутить. Хорошо, но они будут все равно... Жигули смотрятся жигулями. Они все равно не похожи на Мерседес. А если мы берем продукцию вот Мерседес и вашу продукцию, это тот же Мерседес, только стоит дешевле. Там отличий нет. Вы сами говорили, а мы, кстати, сделаем эксперимент о том, о чем вчера беседовали, что когда будет семь футболок без всяких бирок самых разных фирм от люксовых до самых дешевых и предложим бизнес-сообществу профессионалам, как-то музыку у нас заиграл, не вовремя. Нормально. Вот. Профессионалам определить. Давайте мы найдем вот идеальную из всех этих самую лучшую. А потом посмотрим по фирмам. Интересно будет, да? Давайте проверим. Хорошо. Особенности продукта мы как-то вот более-менее определили. Ну, может быть, не все, но, по крайней мере, что-то что-то конкретное есть. А условия сотрудничества? Вот есть ли какие-то особенности у вас? Ну, все вот могут что сказать. мы дадим на реализацию всем. Нет, мы мы не благотворительная компания. Вот. Но особенности есть. Во-первых, у нас продуманная ценовая политика. Я уже говорил об этом, что... Ну да, это условно. Ценовую политику продумали, защищаем своих дилеров, защищаем покупателей, защищаем... На маркетплейсы не пойдет? Нет. Мы представлены на маркетплейсы только старой старыми коллекциями и то только для того, чтобы все-таки покупатели просматривают маркетплейсы и они считают, что ты там, то ты есть. Почему? Это твое мнение. Если ты там, то ты существуешь. А если тебя там нет, то как бы у тебя еще не хватает. Ну так надо же еще попасть куда-то туда вверх, чтобы вас увидеть. Я не знаю, там на сотой странице-то если быть, то это не очень хорошо. Нет. Маркетплейсы вообще это похороны хорошей марки, потому что в одном ряду с хорошим товаром ты попадаешь просто на одну полку вместе со следовыми футболками. А все нивелируется под низший уровень, не скажем так. все там не такое. Ну так не знаю, наверное, на будущее вряд ли вы будете работать с маркетплейсами, когда у вас будет налажена четкая работа с партнерами. Тем более свои будут магазины. А, мы же говорим о том, что вы свои магазины открываете, и что еще разрабатывается франшизный проект. После того, как будут обкатаны вот эти все. для пилота у нас котов пилот франшизы. на врачисти открываем. На врачисти открывается, да. Ну, интересно будет посмотреть, это тоже такая особенность. То есть, люди, у которых есть несколько магазинов, они могут один из них сделать, если тем более в собственности, это без, скажем так, беспроигрышной лотереи. Да, то есть, они могут сделать коллаборацию с вами, хороший магазин, Оксауна и востребованный товар. Это то, что нужно вот в эти пандемийные или ковидные наши времена. Ну, оно, наверное, всегда теперь, люди уже привыкли к хорошему, комфортному и будут стараться продолжать такой образ жизни вести в комфорте. Ну, тут, наверное, это все будет востребовано. Итак, мы определили особенности компании, тут я попытался рассказать, по продукту высказали, мы дополним это в журнале, будет, конечно, более подробно расписано, потому что материалы мы за эти два полных, за три дня столько набрали, что нам месяц теперь его надо разгребать. Вот, но это очень приятно. Ну, мы же три года работаем. Да, а нам теперь три дня хорошо будет. И условия сотрудничества мы тоже, в общем-то, понимаем, что к вам ваш телефон можно будет опубликовать? Да, безусловно. А мы в конце титрами дадим. Обращайтесь к Алексею Михайловичу, ну, он потом поприветствует и, конечно, перешлет, контакты переведет на ключевых сотрудников, но хотя бы поздороваться и высказать свое желание по сотрудничеству это стоило бы. И вам бы было приятно. И человек на первое лицо выйдет. Так что мы телефон Алексея Михайловича даем, звоните. если вы, конечно, доверяете нам как профессионалам, которые 30 лет в белье уже, вот, и многих знают, что действительно продукция классная фирма, классные люди, классные, и это тот локомотив, с которым вы можете въехать в будущее, но я не хочу сказать, что легко, но это не легко, но это интересно, и это такая деятельность, которая приносит не только деньги, это удовольствие от того, что вы работаете с классным товаром, с классными людьми и делаете своих покупателей счастливее. Поэтому я так уверенно говорю, это не потому, что мы работаем за деньги, потому что мы иногда деньги не берем, потому что мы не видим потенциала в компании, и такие звучат у нас. Но вот тут совпало все, на журнале следующий номер 68-й, майский номер, на обложке Сартория Уна с брендом Аукса Уна. Тема номера это лучшая динамичная компания, созданная у нас в России в Таганроге во главе с Алексеем Михайловичем. Это все будет расписано от и до. Я буду очень рад, если откликнетесь вы, розница, ритейл прежде всего, ну если оптовиди, которые могут добавить какую-то ценность, вот, откликнуться, я буду очень рад. И вы будете благодарны нам за то, что мы вам подсказали с кем работать. Это наша компетенция и в общем-то наша главная компетенция как, не как журнал, а как все-таки предприниматели, это коммуникация. Мы главные коммуникаторы, мы знакомим людей, сводим, и они как-то потом по жизни идут нормально. Поэтому вот давайте мы мы еще не заканчиваем. У меня еще есть, по-моему, вопросы. Ну, вторую часть, ладно, мы сейчас заканчиваем. Я еще хотел узнать вообще, как вы оцениваете рынок белья в стране, что с ним делается, белья, трикотажа, как-то задумывались об этом, в каком он состоянии, в депрессивном, в изменяющемся состоянии, в таком подвижном. Куда идет? Куда мы идем? Кто нас будет давить? Кто розницу будет давить независимую? По поводу бельевого рынка не могу так сильно по этому поводу высказаться. Но могу по поводу трикотажа поросить. Ну, первое положение сегодня, да? легкой промышленности в России нет. Это установка категоричная, да, нет ее, да. То есть все, что сегодня рынок легкой промышленности, это точнее легкая промышленность России, она вся, точнее продукция легкой промышленности вся привозная. То есть мы отдали все это Китаю, Турции и Восточной Европе. Да. Это не российская легкая промышленность, китайская легкая промышленность. Но даже и брендов таких российских звучных не было еще 5 лет назад, я думаю, 5-10 лет назад. Они только сейчас появляются. Очень удачные есть бренды российские, которые сегодня начинают развиваться. Вот. Китай с масс-маркетом forever. Тут ничего не поделаешь, не противостоять никому. Мы обсуждали стоимость женских трусов. в Китае женские трусы стоят 37 центов. В России ткани не купишь найти деньги. То есть понятно, что мы тут даже близко не можем подобраться к ним. Масс-маркет можно даже не рассматривать. Он будет крупной компанией. Дорогие бренды они тоже отдельно стоят особняком. у них очень большой опыт, колоссальный опыт продвижения и огромные ресурсы, огромные институты. Абсолютно. И прежде всего специалисты все. Специалисты все там работают. Мы за ними тоже никуда не будем взять. Тут тоже может не пытаться. туда тоже можно не пытаться. Дольща Габбана русского не будет в ближайшее время. А эти у нас есть? Есть маркеты торговые? Да, безусловно. Они есть, они востребованы, но это не мировые лидеры, которые будут мировыми идти. А вот средний плюс сегмент, я думаю, что скоро русские дизайнеры, русские ребята, молодые, они все-таки будут теснить не только на внутреннем рынке? На внешнем тоже. Мы будем и на внешний рынок пробиваться. Очень есть много талантливых молодых компаний, которые просто удивительно находят себе какую-то маленькую небольшую нишу, на которой ее отвоевывают. Я считаю, что в этом сегменте как раз мы можем конкурировать с остальным миром. средний плюс сегмент в нем можно работать. Как правило, этот сегмент занимали поляки, тубуки и немцы, итальянцы. Средний плюс. Безусловно, у них есть и премиум. Но средний плюс были марки торговые 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 и испанцы там же. Сейчас это все можно отвоевывать. Если ты хочешь добиться индивидуальности, ты сможешь это сделать. Если у тебя есть фантазия, там есть место для нас. У вас помогает Оксана Гнебеденко, которая с дипломом Нюна Рич. Да. Очень креативная и сеть не думает. А потом вы в магазине смотрите, я это первый раз смешу. Даже мне со мной интересно. Ассортиническое направление развития компании, ваша стратегия. Есть это? Безусловно. Во-первых, мы расширяем ассортимент своей продукции, закапсулируемся. Я думаю, через два года. Это домашняя одежда, это одежда для отдыха, бельевая группа, купальники и изделия из льна. То есть мы закапсулируемся в этом и будем себя как производители, как производство, как бренд. Да. Купальник еще. Там все так логично, 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 все в одной. А купальник он несколько выбивается. театр, это выход женщины на пляж. Театр, обновление такое. Нет, вы же знаете, что существует белье корсетное, кружевное, а есть техническое, спортивное. Да там 13 классификаций разные. Правильно, но и купальник тоже разный. Мы не будем фэшн купальник делать, мы будем делать купальник такой... Русскому женщину, нашей фигурой. В общем, будем американцев в этом городе копировать. Они делают хорошо. Да, они хорошие, они лидеры. Спортивный купальник, купальник для стандартную фигуру в основном. Подсмотрели в Майами? Очень много... А оказывается, что сильное. Огромные производственные мощности. Они могут сделать нам уроки дать. Вы говорили, что берем лучшее и делаем еще лучшее. То есть, как образец будет то, что делают американцы. И в этом плане будет развиваться оборудование купленное, оборудование уже позавчера. Все это есть уже. Причем самое современное оборудование и там будете все-таки как сказали, что принты будем покупать у лучших французских, итальянских компаний. А все остальное наносить уже эти принты у себя. Полный цикл. Уже все оборудование есть для принтования, для печати на синтетических тканях. Причем это топовое оборудование мировое. Причем уже на крое. На крое, да. Уже будет печать на крое. Печать на крое это деньги покупателей. Потому что это дешевле намного делать, но это сложнее. Ну дешевле сложнее, но это наверное я думаю, что у вас все получится. Надеюсь, И когда мы увидим первые образцы купальников, интересно, ну вот когда прототипы эти пайгуты. Вот. Наверное два. Два года, да. Чтобы точно. Два года наверняка поставить раньше все это, но чтобы показать. Нет, мы покажем уже готовую купальню через два года, причем уровень будет Америка. Цена наша. Цена наша. Будем ждать. Люди. Мы уже о них говорили, что у вас уникальная компания, когда все к вам стремятся из «Паганрога», где работают женщины, женщины очень много работают. А вот кто занимается все-таки поиском этих людей, привлечением компаний, это же не просто, сами иногда приходят, должна быть еще и работа какая-то. Ну, АЧАРа у нас нет. Нету? А кто-то звали? Ну, да, мы сами, по своим знакомым, по Сарафанной радио в основном. А уровень зарплат по городу, если брать, насколько отличается? Средний. Я не скажу, чтобы там прямо... Условия хорошие, но уровень зарплат средний. Квалифицированные работники получают большие зарплаты. Неквалифицированный труд, средняя заработная плата по городу. Понятно. Как Вы о себе можете сказать? Вы авторитарный у Вас типа руководителя или Вы любите послушать другие, такой демократичный тип управления? Что о себе можете сказать? На первом этапе авторитарный, даже через счет. Были или первый этап чего? Первый этап становления компаний, когда создаешь компанию и выстраиваешь хребет ее, тут, конечно, без авторитарного управления не обойтись. А на следующем этапе, конечно, расширение полномочий сотрудников, передача им вообще. Я считаю, что нужно делегировать все полномочия, остаться владельцем и выполнять функции владельцы компании. Горизонтальное управление горизонтального управления он привисывается. До этого и обучение происходит? Да, да. Вы постоянно еще на выставки выезжаете, коллективом большими на спортивные и на вот эти все делали. Да, на мировые выставки, мы все ездим, смотрим, мы выстраиваем отношения в компании, а потом передаем управление в горизонтальную плоскость, поэтому я считаю, что горизонтальное управление наиболее эффективно. Мы еще разговаривали о том, что предложили вам собрать ключевых партнеров, потенциальных ключевых партнеров через год в конце мая, в начале июня. Мы можем это транслировать нашим зрителям? Да, пожалуйста. будет интересное знакомство с компанией и будем закладывать камень в поле. Будем закладывать камень. Уже земля уже есть, то есть это будет строиться новая фабрика для того, чтобы еще вот эти вот компетенции все наработанные уже в новое управление поставить самое современное и заложим камень вот этим вот коллективом пригласим самую сильную компейлеров, которые готовы. Уже кто-то будет сотрудничать, кто-то еще будет рассматривать вопрос этот, но это будет очень интересное мероприятие, знакомство с компанией, с продукцией, погружение в это, с розницей. Вот возможно кто-то хочет и начать будет проект развивать. поэтому в Таганроге, в городе небольшом 250-х около 300-300 тысяч с такой историей, с такой культурой, с такой прекрасной компанией здесь все сложилось. Поэтому это будет поездка не только не забываем, но она будет еще очень успешной для ее участников. Мы будем готовить этот проект. Обычно что готовим, что намечаем, что у вас, получается. И тут должно получиться. Поэтому будет интересно. Я не буду задавать неудобные вопросы. Это наверное на следующий интервью ставим. Потому что я объясню почему. Мы еще не настолько наработали косяков, чтобы задавать неудобные вопросы. Они в принципе так могут быть, но мы еще чисты как дети. Три года компании четыре года. Что с ребенком возьмешь? Он только становится хорошей, растет и развивается. А потом уже начинаются какие-то дай бог, чтобы мы их избежали. избежали, но идеально не бывает ни компаний, людей. Поэтому эту рубрику мы оставим не тронутой в интервью с вами. Спасибо. не не знаю, кому я буду создавать тренировый вопрос, но такой раздел у меня в интервью обязательно будет. Дорогие зрители, спасибо вам большое. Не судите строго, это наш первый опыт. Алексей Михайлович первый раз интервью добавил, а я первый раз интервью брал. Мы конечно видели, как это делают другие, но когда ты сам это делаешь, совсем по-другому происходит, мы старались быть искренними перед вами и хотелось бы, чтобы вы как-то немножко оценили наше стремление быть вам полезными, ведь это не делается просто так для того, чтобы поговорить. Мы хотим все жить, зарабатывать и зарабатывать, чтобы это было приятным процессом для всех его участников. Зарабатывать можно много, но хочется делать это приятно. И мы будем объединять людей в нашем таком бизнес-сообществе, которые эту ценность понимают и несут. У меня намечены интервью с интересными людьми, это будут и агенты, это будут производиться компании, производственные автобусы, ритейлеры, на год программы есть. Так что если людям будет интересно, будем продолжать этот проект. Спасибо вам, что были с нами. Спасибо. Ну, я рад, что мы так разговаривали. За старт. Конечно, за кадром осталось очень много вопросов, которые можно было бы, но мы не можем разговаривать 6 часов в интервью. Все равно мы что-нибудь может быть еще смонтируем такое. Смонтируем в том плане, что какие-то вещи, которые мы сейчас проговаривали, вот вы показывали шовчики, а мы покажем как раз вставочка будет видео, как это происходило. То есть мы доработаем, чтобы вам было интереснее. Все, я заканчиваю, я могу долго говорить. Спасибо вам всем. Рад быть с вами. Субтитры сделал DimaTorzok